Всем привет, с вами Прио. Если вы реально любитель охотников на демонов, то вам понравится это интересное нововведение. Если вы любите бегать, кидать глефы, юзать планирование, смотреть на прекрасную анимацию крыльев, делать рывки скверны и наслаждаться анимацией убийства мопцов, и вам хочется делать это на каждом персонаже, например, ради фарма маунтов, вы используете демон хантера, так как он самый мобильный, и все же класс в игре, то, да, действительно, это нововведение, которое в текущий момент написано в твиттере, оно для вас. Ограничение на охотников на демонов просто-напросто будет снято в припатче Shadowlands. В текущий момент я нахожусь на альфе. Я уже создал демон хантеров, сколько тут? Ну, штучек 10. В тот момент, когда я пытаюсь создать 11, мне все-таки почему-то пишут ошибку. Скорее всего, это из-за внутреннего ограничения по альфе. Но мы помним прекрасно, что на живых серверах, ну, бафашные, которые в текущий момент, можно создавать больше персонажей, чем 10 на одном игровом сервере. И, само собой, на учетной записи там можно создавать так нормально десятков персонажей. Так что, если вы любите поиграть на демон хантерах, если вы любите на них что-то поделать, и вам, например, ну, одного персонажа мало на игровом мире, то теперь можно создать их любое количество. Это же замечательно просто. Вот, решили вы поиграть, например, и сидите и думаете, вот, нет, я пойду вот на этом демон хантере, у него глазки красивее. Нет, я пойду на этом демон хантере, потому что ему нужно там что-то дропнуть интересное. Хотя сейчас абсолютно весь трансмог распространен на учетную запись, ну, и средства передвижения, в принципе, аналогичны. Ну, например, у этого персонажа нету кдшечки на какой-то там рейд, пойду за него. То есть, полная свобода действий, полный выбор касательно того, что демон хантеров-то будет еще больше. По итогу. Это будет интересно, это будет весело. Я уверен в этом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, дайте знать в комментариях, создадите ли вы двух и более демон хантеров на одном сервере. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого.